Майкл Джексон является легендарным певцом, танцором и музыкантом. Вы просили меня снять ролик про этого прекрасного человека и отличного артиста, и я это делаю, друзья. С вами, как всегда, Александр Уманчук, ваш дорогой друг. И сегодня мы с вами попробуем разобраться, в чем же заключался феномен творчества Майкла Джексона. Попробуем понять, какой же у Майкла Джексона был голос, и чем Майкл Джексон так цеплял публику. Итак, друзья, ничего не происходит в этой жизни просто так. Дело в том, что Майкл Джексон родился в музыкальной семье. Его отец с самого детства воспитывал своих детей таким образом, что они были непосредственно связаны с музыкой. И невероятным совпадением стало то, что молодой Майкл от природы имел отличный, красивый, насыщенный голос и очень любил музыку. Свои таланты Майкл начал проявлять еще в раннем возрасте. Это заметил его отец и решил сделать ставку именно на нем. И сделал его солистом группы Джексон Файв, в котором Майкл и его братья были полноценной фанк-группой, которые исполняли фанк, сол, элементы джаза. Очень часто сам Майкл упоминал, что его отец был немножко тираном и заставлял их с самого детства трудиться, не покладая рук, по 8 часов в день репетировать. Но кто знает, быть может, если бы их отец не был таким жестким, то Майкл мог бы и не сформироваться как профессиональный музыкант. Семья Джексонов жила бедно в городе Гэри, штат Индиана. Сначала братья выступали в местных клубах, в Гэри, но потом судьба распорядилась таким образом, что они познакомились с одним из основателей Motown Record Берри Горди и их пригласили на прослушивание. Горди был чрезвычайно впечатлен перформансом братьев, а в особенности энергетикой и голосом самого младшего. Это был Майкл Джексон. Майкл демонстрировал невероятные способности как в танце, так и в вокале. Примечательно, что в то время у него был очень сильный голос, который отличался богатой тембральной насыщенностью и обилием мелизматики. Очень примечателен тот факт, что в подобном возрасте обычно у юношей прослеживается сопроновое звучание, которое также называют дискант. Но у Майкла был достаточно низкий и объемный голос для своего возраста, что потом впоследствии повлияло на то, что в итоге он сформировался в высокий голос. Это достаточно забавная специфика. Если у вас в детстве высокий голос, то потом после мутации он может сформироваться в низкий голос. И наоборот. Как-то так распоряжается природа. Я думаю, что это обусловлено какими-то физиологическими факторами. Но доподлинно ничего утверждать я не могу. Долгое время братья выступали под именем Джексон Файф, получили огромную известность и признание публике. Но всем было понятно уже тогда, что в рамках группы Майклу Джексона уже становится тесно, и он принял решение о начале своей сольной карьеры. Вы знаете, это очень интересно, когда человек выступает с самого детства, и можно проследить его вокальную трансформацию, его трансформацию голоса, так как неизбежно голос будет мутировать, из юношеского он будет превращаться в мужской. И если мы проследим трансформацию голоса Майкла Джексона, то мы поймем, что его голос менялся постепенно. То есть он становился чуть-чуть грубее и чуть-чуть понижался. Но в целом его диапазон практически не изменился. Очень многие СМИ утверждали, что для того, чтобы сохранить высокий тембр голоса, Майкл спит в специальной капсуле, которая выделяет какие-то ферменты, которые помогают ему сохранить высоту своего голоса. На самом деле это не так. На самом деле это очередная журналистская байка. Понимаете, очень тяжело с самого детства находиться под пристальным вниманием общественности и под пристальным вниманием прессы. Любой твой неосторожный шаг, любое неосторожное высказывание может быть раскручено до невероятных масштабов. И, к сожалению, это то, с чем приходится сталкиваться людям, которые связали свою жизнь с публичной профессией. В дальнейшем у Майкла будут случаи с прессой куда серьезнее и куда хуже. Но об этом мы поговорим с вами чуть позже. А сейчас мы перемещаемся в начало сольной карьеры Майкла Джексона. Первый сольный альбом Майкла Джексона Off the Wall проявил себя весьма неплохо, но не был восторженно воспринят ни критиками, ни зрителями. Дело в том, что в то время Майкл экспериментировал с жанрами. Он искал свое непохожее на других звучание не только в оформлении своего тембра голоса, но еще и в применении каких-то интересных фишечек, которые выделяли бы его на общем фоне. Стоит отметить, что Майкл проводил огромное количество времени в своей собственной студии. Оно исчислялось десятками часов, а то и целыми днями. Он вместе со своими сессионными музыкантами искал новое звучание. Он хотел отойти от вот этого образа романтичного и веселого фанкового или диско-музыканта, диско-певца. И в первом альбоме можно сказать, что ему пришлось использовать все те же схемы, которыми они пользовались до этого. Кстати говоря, примечательно, что многие песни Майкл Джексон написал сам. В отличие от многих музыкантов, особенно современных, которым пишут песни сонграйтеры, огромное количество песен Майкла вышли из-под его пера. Он не очень любил писать в тетрадке или писать ноты. В первую очередь он брал диктофон и намяукивал какую-то небольшую мелодию. Потом он добавлял к ней битбокс. И когда у него вырисовывался ритм, когда у него вырисовывалась мелодика, он продумывал то, как это может звучать в итоге. Также очень примечательным является то, что большинство текстов Майкла Джексона имеют под собой социальную и политическую нагрузку, что очень необычно для поп-певца того времени. И говорит о том, что Майкл был не только потрясающим музыкантом, но еще и очень вдумчивым человеком, который задумывался над тем, что происходит в мире. И, имея огромные ресурсы, имея огромный денежный ресурс, он понимал, что он может повлиять на какие-то вещи. Ну а мы возвращаемся к его сольному творчеству. И после выхода его первого сольного альбома стало понятно, что ему нужно продолжать сольную карьеру, что это просто необходимо. Он все еще находился в смятении, он искал звучание, он искал какие-то интересные танцевальные перформансы, так как их группа Jackson 5 отличалась всегда тем, что они не только пели, но еще и танцевали. И сразу же после дебюта Off The Wall Майкл приступил к написанию своего лучшего, по моему мнению, хита. Это альбом Thriller. После выхода альбом произвел эффект взорвавшейся бомбы. Такого еще не слышала не только Америка, но и весь мир. Это было смешение жанров, это было невероятное звучание высокого и при этом весьма надрывного, местами даже рокерского голоса Майкла Джексона. А клипы на песню Billie Jean и, конечно же, Thriller просто произвели неизгладимое впечатление не только на умы зрителей и слушателей, но и повлияли на развитие всей музыкальной и видеомузыкальной индустрии на долгие года. Мне кажется, дело в том, что Майкл был, что называется, талантлив во всем. Все, за что бы он ни брался, он старался доводить до максимума. И альбом Thriller можно считать настоящим законченным произведением. Это как законченный мюзикл, в котором все части просто необходимы. Нельзя выкинуть какую-то одну песню, не потеряв общей целостности. И в этом смысле Майкл произвел революцию. А клип на песню Thriller, который, можно сказать, был целым мюзикловым, 10-минутным короткометражным фильмом... Произвел такое впечатление, что, честно говоря, я в своем детстве, когда увидел этот клип, я был просто поражен. Поражен тем, как это с точки зрения драматургически выстроено. Я тогда еще всего этого не понимал и не знал, но для меня это было что-то невероятное. С тех пор практически всем стало ясно и понятно, что Майкл Джексон произведет просто революцию в жанре поп-музыки. Я помню, что в одном из своих выпусков про природников, ссылка будет в подсказке и в описании, я рассказывал о том, что вы никогда не добьетесь какого-то огромного результата, даже будучи от природы талантливым, если вы не приложите огромных усилий. И про Майкла Джексона можно сказать, что он был просто фанатиком своего дела. Он отдавался своему ремеслу на 150%. Он был невероятно самокритичен. Многие говорят, что первый раз, когда он продемонстрировал зрителям свою лунную походку и продержался меньше трех секунд на стойке на носках, он плакал за кулисами, потому что он рассчитывал, что продержится чуть дольше. И честно говоря, такая вовлеченность, такая отдача делу просто поражает меня как артиста, как вокалиста. И это то, к чему нужно стремиться в своем деле, чтобы достигать невероятных высот. Каждый последующий альбом Майкла становился платиновым, к нему приходила безграничная всемирная известность, и при этом очень многие хотели залезть ему в карман и как-то опорочить его, очернить. Судьба артиста со всемирной славой очень непроста. Как только ты становишься хоть чуть-чуть знаменитым, очень многие люди хотят подружиться с тобой, хотят прикоснуться к твоей славе, и хотят воспользоваться кусочком этой славы. Майкл по своему складу характера был очень добрым, отзывчивым и открытым человеком, поэтому он допускал до себя очень многих других. Многие люди, которые были лично знакомы с Майклом, утверждают, что из-за того, что у него не было детства, из-за того, что с самого раннего возраста он занимался творчеством и постоянно репетировал, в душе он остался ребенком, и ему хотелось поиграть с друзьями, ему хотелось развлечься, ему хотелось посмотреть кино, поесть попкорн, и в нем присутствовала некая инфантильность, несмотря на то, что в моральном смысле он был очень вдумчивым и очень рефлексирующим человеком. Его слава росла, продажи альбомов росли, его творчество с каждым релизом видоизменялось, он старался находить какие-то новые пути для донесения своих мыслей, его живые выступления, его концерты – это просто отдельная тема для разговора, так как каждый его концерт – это был невероятный перформанс, наполненный танцами, наполненный светом, наполненный огнем. С огромным количеством массовки и подживую музыку. Майкл гастролировал по всему миру и даже ненадолго заезжал в Москву в 90-е годы. Майкла любили по всей планете. Его любили в России, его любили в Рио-де-Жанейро, его любили в Мексике, его любили, конечно же, в Америке. Но у Майкла было и множество недоброжелателей, множество хейтеров. Несмотря на это, Майкл старался помогать всем нуждающимся, тем, чем только мог. Он возглавлял общественные движения, он участвовал в благотворительности, он открыл свой собственный благотворительный фонд «Heal the World». А песня «We are the World», которая была написана Майклом Джексоном и Лайнелом Ричи, собрала практически 100 миллионов долларов, половина из которых была направлена в благотворительный фонд «USA for Africa». И в записи этой песни поучаствовали 45 исполнителей, известнейших во всем мире. Также Майкл Джексон является одним из немногих артистов, которого дважды ввели в зал славы рок-н-ролла за его участие в группе «Jackson Five» и за его сольное творчество. И, конечно же, он является обладателем премии «Книги рекордов Гиннесса» и носит звание самого успешного артиста в мире, получившего целых 15 статуэток Грэмми, друзья. Говорят, что впервые королем поп-музыки его назвала его хорошая близкая подруга Элизабет Тейлор. С тех пор это звание закрепилось за ним до сегодняшних дней. И нельзя ни в коем случае недооценить вклад Майкла Джексона в развитие поп-музыки. Если вспомнить о тематике нашего канала и поговорить немножко о голосе Майкла Джексона, очень многие люди считают, что у него был тенор Альтино, но я считаю, что у него был хороший, высокий, легкий, лирический тенор. Он очень часто использовал головное звучание, очень часто использовал фальцет в своем творчестве. Любил использовать фальцетные головные всхлипывания, вскрикивания, иногда кричал. Очень часто использовал драйв в своем голосе, расщепление. Любил использовать мелизмы, любил использовать различные приемы, характерные для соул, для джазового звучания. Очень часто экспериментировал со своим голосом, экспериментировал со своей музыкой. Кстати, если вспоминать о его живых выступлениях, то он очень часто выступал живьем, но на своих турах он очень много выступал и под фонограмму. Это было обусловлено тем, что его программа была насыщена различными танцевальными движениями, была перенасыщена событиями, а также его живые концерты длились иногда по три часа. И, честно говоря, выступать все это время вживую и тащить на себе весь концерт, это практически невозможно, и ему приходилось прибегать к использованию фонограммы. Но, честно говоря, друзья, я в этом не вижу ничего плохого. Это гораздо лучше, чем просто все время петь под фонограмму, как делали очень многие наши звезды, особенно в 90-е и в начале 2000-х годов. Также Майкл внес огромный вклад не только в развитие вокального творчества, но и в развитие танцевального жанра. Нельзя однозначно сказать, кем был Майкл, певцом или танцором, он был и тем, и другим. Я бы назвал его мультиинструменталистом, человеком, который владеет практически всеми направлениями. Думаю, что из Майкла получился бы отличный мюзикловый артист. Кстати говоря, его фильм «Лунная походка» «Мунволк» можно назвать практически киномюзиклом, потому что он весь состоит из пения и т... Я не хочу затрагивать в этом ролике темы, связанные со скандалами, темы, связанные с судебными разбирательствами, так как они в любом случае были обмусолены не раз, и до сих пор, спустя уже более 10 лет со смерти Майкла Джексона, об этом все равно не перестают говорить. Но я бы хотел поговорить именно о тех делах, которые характеризуют Майкла как очень неравнодушного музыканта, как человека, который вовлечен своей профессией. Майкл трудился и выступал до самого конца своей жизни. Перед смертью он готовился к своему 50-летнему туру «This is it». На тему подготовки к этому туру снят одноименный фильм, который был выпущен уже посмертно. И, честно говоря, со своей стороны я бы хотел сказать, что я даже не представляю, кто бы еще был в состоянии за 50 лет своей жизни оказать такое огромное влияние на музыкальную индустрию, на развитие индустрии в целом, на развитие поп-музыки, на развитие человеческого и развитие света и добра. Друзья, что бы ни говорили, но я всегда буду считать, что Майкл Джексон был выдающимся человеком. На меня он произвел огромное влияние. Если бы не Майкл Джексон, то, скорее всего, я не стал бы музыкальным артистом и вообще бы не связал свою жизнь с этой профессией. Поэтому я очень благодарен ему. Я надеюсь, что его музыка будет греть сердца людей на протяжении еще сотен лет. И если вы никогда в жизни не слышали такого музыканта и певца, как Майкл Джексон, то я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с его творчеством. На этом мы будем сегодня с вами заканчивать, друзья. С вами был, как всегда, Александр Руманчук. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить свои лайки, писать комментарии, рассказывать об этом канале своим друзьям, подписываться на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на ТикТок. Все ссылки есть в описании, друзья. Главное, помните, что если вы чего-то хотите, если у вас есть страсть к чему-то, то нужно двигаться к своей цели, нужно двигаться по направлению к своей мечте. И тогда, быть может, о вас не забудут никогда и вас будут помнить, так же, как мы помним Майкла Джексона. И мы счастливы прикоснуться к творчеству этого гениального человека. Что ж, друзья, хорошего вам самочувствия, отличного голоса. И до новых встреч. Пока-давай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова